Народный штаб ОАЭС, куда вошли депутаты, члены общественного совета, неправительственные организации и другие, продолжают вести разъяснительную работу среди населения. На этот раз они посетили предприятие Жаех Тазахала, чтобы обсудить с работниками вопрос строительства атомной электростанции. Подробности у нашего корреспондента. По словам членов штаба, референдум, который назначен на 6 октября, будет не первым, который пройдет при действующем президенте. Очень важно, чтобы в таких делах участие принимали жители страны. Предстоящий им будет направлен на то, чтобы повысить политическую грамотность казахстанцев. Я думаю, не случайно перед проведением референдума, перед народом отчитался глава Минэнерго Садкалиев, который очень подробно рассказал о том, в каком состоянии у нас в Казахстане находится инфраструктура. Он сказал, что у нас в Казахстане 35 ТЭЦ, из которых 29 требует капитального ремонта. Из 29 ТЭЦ 19 находятся в аварийном состоянии. И единственный вопрос решения этих проблем – это применение атома. Специалисты разъясняют, атомные электростанции сегодня работают в 31 стране, всего их больше 400. Главный вопрос, который задает население – какой вред несут АЭС. Специально созданная комиссия изучила все от и до. Затем пришла к выводу, что необходимо создать купол, который не даст продуктам распада попасть в атмосферу. И такие купола уже есть. Плюс ко всему, в странах, где сейчас имеются атомные электростанции, переоборудуют их, устанавливая новые, современные и безопасные двигатели. Если зеленую энергетику делать, зеленая энергетика, конечно, хорошая вещь, но ветер и солнце у нас не всегда. Очень проблемы с накопителями, батарея, их срок службы у нее 15 лет всего. А атомная электроэнергия, она 80-70 лет службы. По производству атома у нас Казахстан на втором месте. И вы знаете, сейчас каждым годом идет удорожание электроэнергии, каждые полгода. А атомная электроэнергия – самая дешевая. Атомную электроэнергию называют самой чистой, ведь от газа и угля выбросы достаточно объемные и вредные. Люди понимают, что атомная энергетика не только экологична, но и экономически выгодна. В условиях роста тарифов и частых перебоев с электроснабжением атомные станции могут стать решением многих проблем. 2 сентября глава государства выступил с посланием. Он объявил о референдуме по строительству АЭС. В нашем учреждении работает около 750 человек. Из них мы отобрали 40. И создали свой штаб. Назначили руководителя. Почти каждый день разъясняем, для чего идти на референдум. Члены штаба продолжат встречи с жителем региона, информируя о всех аспектах проекта.